Поклонения обязательно должны быть таким, как сказал Аллах и его посланник, когда богословит у Аллаха и приветствует. Также поклонения и в месяц Раджаб должны быть такими. У месяца Раджаб нет никаких особенностей, он всего лишь один из запретных месяцев. Мы видим, как некоторые люди придумали от себя некоторые виды поклонения, но это все является нововведением, и они не будут приняты. Принятие поклонения не связано только с одним намерением. Некоторые говорят, что у него благое намерение, и то, что он делает хорошее нововведение. Хорошее нововведение, они дали ему такое имя. Я это делаю, потому что у меня благое намерение. Нет, одно намерение недостаточно, потому что дела должны соответствовать еще и сунне. Правда, если намерение и является основным, но дела должны соответствовать сунне, потому что, чтобы дела были приняты, они должны соответствовать двум условиям. Совершение дела должно быть ради Аллаха, и дела должны соответствовать делам пророка, да богословитого Аллаха приветствую. В противном случае дела не будут приняты, поэтому кто с нововведением приближается к Аллаху, то и его дела не принимаются.